Как менять мужчину? Как критиковать мужчину? Как разговаривать с ним так, чтобы он слышал? Она говорит о том, что ей не нравится, о том, что ее не устраивает, о том, что она там хочет исправить. В твоей жизни много мужчин, которые готовы прийти на помощь, правильно? Мы часто не ценим то, что имеем. Он вообще на голову сядет, и что это вообще, если бы не критиковать, не приводить его в чувство, он вообще офигеет. А что, можно по-другому? Ну почему наши отношения не изменились? Конечно, это критика ранима. Конечно же, это критика разрушительна. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Как менять мужчину? Как критиковать мужчину? Как разговаривать с ним так, чтобы он слышал? Как ему отдавать обратную связь, если он где-то косячит или делает что-то не так? Скорее всего, ты это уже пробовала делать, да? И скорее всего, ты натыкалась на агрессию, натыкалась на закрытость, натыкалась на его неготовность меняться. И, конечно же, это видео более актуально тем девушкам, которые сейчас не на стадии конфетно-букетного периода. Потому что, когда конфетно-букетный период, все хорошо, все само собой происходит. И либо ты сейчас уже у тебя в отношениях этот период где-то прошел, либо ты смотришь это видео, потому что тебе интересно. И ты в прошлых отношениях сталкивалась со сложностями и хочешь понять, как же в будущем, как вообще с этой темой разобраться. И знаете, что я заметил? Опять же, десятки тысяч выпускниц будут женщины. Уже сотни разборов в Инстаграм. Мне кажется, уже миллионы женщин, больше миллиона женщин прослушали бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Кстати, ссылка внизу, чтобы записаться, если ты этого еще не делал, это очень полезно. Что я вижу? Что большинство женщин, которые хотят менять мужчину, они, вот если посмотреть на них со стороны, как выглядит. То есть можно разложить на некие молекулы, на некие элементы их отношений, и видно, что в 80-90% случаев она критикует. Она говорит о том, что ей не нравится, о том, что ее не устраивает, о том, что она там хочет исправить, улучшить, изменить. То есть условно то, чем она не удовлетворена. И лишь в 10, условно 15-20% случаях, в лучшем случае 20, это, мне кажется, уже преувеличенная цифра, она говорит что-то хорошее. Вот это мне нравится, вот это для меня ценно, вот за это тебе спасибо, вот это класс, вот это ты сделал, вот тут ты ко мне вот так отнесся, и это просто вау для меня. Понимаете? Большинство женщин пытаются менять мужчину через критику, через критику. И вы в этом не виноваты. Более того, вы даже можете воздретьте и сказать, Рослав, а если я не буду критиковать, так он вообще на шею мне сядет, он вообще на голову сядет, и что это вообще, если бы не критиковать, не приводить его там в чувство, он вообще офигеет. Вы еще это можете мне добавить как возражение. Но что я вижу? Большинство людей, а мы сейчас говорим про женщин, но это касается в принципе и мужчин, которые критикуют ближнего, ближних это касается, и там мужа, жены они могут критиковать, да, или же детей. И почему большинство людей это делает? Потому что они выросли в этом. Они выросли в критике. И большинство из нас, мы выросли в критике. Родители нас так пытались менять. Большинство из нас воспитаны через что? Через хорошее что-то? Нам говорили, ой, ты молодец, ой, класс, Ярослав, ты пятерку принес. Ой, ты тут ответил, ты не хотел учить урок истории, но ты выучил и получил классную оценку. Ну, просто восхищена ты, Ярослав? Нет. Когда мы что-то делали хорошо, правильно, круто, нам говорили, ну, нормально, ну, окей, ну, иногда нас могли похвалить. А как только мы делали что-то не так, нас критиковали, сравнивали с другими, обесценивали. И наши родители в этом не виноваты. Я думаю, что их детство было еще хуже, да, если они так себя вели с нами. Поэтому те, кто выросли в этом, а как по-другому, то есть кажется, а что можно по-другому, если я не буду этого делать, он же вообще на голову сядет, да, как я уже сказал. Поэтому прямо сейчас задай себе вопрос. Вот по-честному ответь сама себе, можешь в комментариях ответить. По-честному, в твоих отношениях, вот нынешних, может быть, предыдущих. Смотри, я сейчас не говорю, что ты должна хвалить его там и, ой, ты молодец, вот через перегиб. Просто ответь себе на вопрос, что было как факт. Ты чаще говоришь, о, ты сделал только класс, вау, да, о, это ценно, о, это приятно, ой, как круто. Что чаще, ты подчеркивала хорошее, ты подчеркивала ценность хорошего или ценного для тебя, или было подчеркивание нехорошего. Соответственно, критика как претензия, то, что тебе не нравилось. И мы так, знаете, как люди устроенные, человеческие существа, мы часто не ценим то, что имеем. Сами даже по отношению к себе. Вот что-то есть хорошее, мы-то не ценим, да, нам вечером что-то не нравится даже по отношению самим к себе. И часто, и то же самое к партнеру. Поэтому я не верю в том, что можно менять ребенка, я не знаю, может, сотрудника, начальника, а тем более мужчину в отношениях через критику. Это не работает. Может быть, в моменте это срабатывает, но, знаешь, как бы это как, знаешь, как наркотики или сигарета. В моменте там хорошо, но глобально организм разрушается. Вот так же и критика. В моменте, может быть, да, ты покритиковала, например, мужчину или ребенка, и он послушался, исправился, но фундамент отношений подкосило. Да, и потом это вылится уже на каком-то энном периоде. Я не верю в то, что можно менять мужчину через критику, через претензию, через войну. Я в это не верю. И я думаю, что если ты уже взрослая и смотришь это видео, ты понимаешь, о чем я, и ты с этим, скорее всего, согласна. Поэтому я считаю, что человека можно менять соответственные отношения через хорошее. Через хорошее. Даже когда мужчина делает какую-то мелочь. Вот знаете, просто у мужчин спросите, у вас же есть знакомые мужчины, друзья, которые не женаты. И вот задайте им вопрос, те мужчины, особенно, которые вызывали такси девушкам на свидание или заезжали за ними. Просто спросите, а женщины часто за это благодарят, подчеркивают это? Просто у них спросите, чтобы это не было с моих уст. И часто вы услышите, что не подчеркивает девушка это. Но если просто для себя потренируйся, подчеркивать хорошее. Просто для себя потренируйся. И просто поставь для себя, может быть, некий челлендж, что ты это будешь делать на протяжении 30 дней. Я буду отмечать даже то минимальное, что делает для меня мужчина. Даже, например, что это может быть? Например, он даже предложил какую-то помощь, которая тебе не нужна. И вроде бы ничего не сделал, но он предложил. Это может быть ценно. Это же ценно. Это же круто, когда в твоей жизни много мужчин, которые готовы прийти на помощь. Правильно? Если ты будешь это подчеркивать в одном, это может происходить чаще и в твоей жизни. Да, это не волшебная таблетка. Это понятно, что если уже отношения на грани разрушения, если уже есть измены, обиды и так далее. И ты сейчас такая придешь и скажешь, ой, ты тут молодец, ой, тут так хорошо. И скажешь, я это делаю. Но почему наши отношения не изменились? А я начну копать, а там уже была измена, у тебя уже дикая обида на него. Важно понимать, что это не панацея. Моя рекомендация начать это пробу, поставить для себя челлендж, например, 21-30 дней. Какой-то срок. И то, что ты начнешь подчеркивать и озвучь, подчеркивать ценность вслух того ценного, полезного, значимого, что делают для тебя мужчины. И посмотреть, как в связи с этим может измениться их отношение к тебе. Мужчин можно менять и можно влиять на них только если в 80% случаев, минимум 80 из 100, это когда есть подчеркивание хорошего. И тогда, понимаешь, и тогда даже критика, которая будет происходить в 20% из 100 или в 10% из 100, она не будет так больна, она не будет так разрушительна на фоне 80% подчеркивания хорошего, понимаешь? А когда нет подчеркивания хорошего и ценного, и там получается критики условно 80%, конечно, это критика ранима, конечно же, это критика разрушительна. Если для тебя важно еще больше разобраться, как же менять мужчин, как же влиять на них, почему мужчины в определенных ситуациях ведут себя странно, да, или может быть отношения уже зашли в тупик, насколько возможно изменить эти отношения, даже если они уже давно не очень. Как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения. Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!